Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. В Бресте не иссякают зимние чудеса и подарки. В рамках республиканской акции «Наши дети» прошло торжественное открытие корпуса областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В Год мира и созидания в Беларуси реализуется концепция «Школ мира». В Брестской области участниками проекта стали 12 учреждений образования. Анастасия Мелешкевич о Брестских школах мира. Музыка – универсальное средство связи между поколениями. В 20-й средней школе имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева прошла встреча учащихся с композитором Эдуардом Ханком. В материале Людмила Логодич – эксклюзивное интервью с легендарным композитором. Настоящее искусство бессмертно. Настоящих артистов любят и ждут. Специальный материал Анастасии Мелешкевича о ярких страницах 35-го Международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера». В эфире БУК-ТВ еженедельная информационная программа «Итоги недели». Продолжаются новогодние праздники, а вместе с ними не иссякают зимние чудеса и подарки. В рамках республиканской акции «Наши дети» в Бресте состоялось торжественное открытие корпуса областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Как отметил почетный гость мероприятия, заместитель председателя облсполкома Вадим Кравчук, чтобы объект вступил в строй, из областного бюджета было выделено 2 миллиона рублей. На праздничном мероприятии в обновленном центре побывала также наша съемочная группа. Подробности в сюжете выпуска. В этом году Центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации исполняется 30 лет. К этому юбилею руководство области подготовило для воспитанников и их родителей и педагогов учреждения образования, а также для всего первого региона по-настоящему ценный долгожданный подарок – открытие нового современного корпуса. До этого Центр размещался на втором этаже Брестского областного института развития и образования в достаточно стесненных условиях. Теперь, после реновации, сотрудники и воспитанники отметили новоселье на первом этаже, где расположены помещения общей площадью в тысячу квадратных метров. Расширилось не только пространство Центра, но и его возможности для помощи большему количеству детей. Это действительно важно, ведь в его ведении находится координация системы специального и инклюзивного образования всего региона. У нас получают коррекционно-педагогическую помощь детки с разными нарушениями речи, детки, у которых есть задержка в психическом развитии, дети, у которых есть поведенческие нарушения, дети, у которых есть трудности в усвоении учебного материала. Ну, это они же и детки с трудностями в обучении. Ну и, конечно, мы делаем акцент в своей деятельности на работе с детками раннего возраста. В рамках деятельности областного центра коррекционно-развращающего обучения и реабилитации мы оказываем помощь всем категориям деток. Ну, а сейчас, когда мы заявляем о том, что здесь будет работать еще и ресурсный центр, то есть это ресурс и для всей области, когда аккумулируются силы, знания, умения, поэтому это будет уже более такая целенаправленная помощь именно конкретной категории деток с расстройствами аутистического спектра. В рамках новогодних и рождественских праздников мы сегодня практически открыли новый объект. Заказчиком данного объекта выступал областное управление капитального строительства, проектированием занимался компания «Брестжилпроект». Генеральным подрядчиком являлся Полесилжилстрой. Но самое главное, мы достигли конечную цель – это увеличили площадь данного коррекционного центра нашего областного в три раза. Из областного бюджета на эти цели было выделено порядка 2 миллионов рублей, а также 15 тысяч для обустройства на новоселье. Ведь ежегодно через центр проходят не менее 300 детей, имеющих ограничения по здоровью. Выдается порядка 600 консультаций, а на его базе на постоянной основе занимаются 53 воспитанника. Мы считаем, что у наших деток, которые посещают наш коррекционный центр, у них тоже появилось гораздо больше возможностей для скорейшей реабилитации и скорейшего выхода из той, возможно, затруднительной ситуации, в которой они оказались в рамках особенностей психофизического развития. Так что я думаю, что у нас еще открылись перспективы для того, чтобы мы увеличили штат сотрудников. У нас открылся кабинет медицинской реабилитации. Поэтому я думаю, что в перспективе у нас такие грандиозные планы и надеюсь, что мы их осуществим. В центре теперь появились два новых кабинета ранней комплексной помощи. Темные и светлые сенсорные комнаты, зал двигательной активности, оборудованные всем необходимым. Кроме того, у каждого специалиста, учителей-дефектологов, педагогов-психологов есть отдельные просторные светлые помещения для проведения как индивидуальных, так и групповых коррекционных педагогических занятий. Теперь комфорт и пользу новых условий в полной мере могут оценить воспитанники и их родители. Первый год мы занимаемся со старшим ребенком. Конечно, нам все очень нравится. Самое главное – виден результат. Даже буквально за пару месяцев занятий с ребенком уже становятся на место звуки многие. И речь у нее стала более развита, более чистая, красивая. Вот, конечно, мы очень довольны. Мне начинается все-все. И площадка, и тренажеры, и батут. Я буду сюда приходить заниматься с удовольствием. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Наступивший 2023 год объявлен в Беларуси Годом мира и созидания. Поэтому в центре внимания будут образовательные проекты, ориентированные на укрепление в обществе идей мира и созидательного труда. И концепция «Школ мира» сюда отлично вписывается. Этот проект реализуется общественной организацией «Белорусский фонд мира» при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и представительства ООН в Беларуси. В Брестской области участниками проекта стали 12 учреждений образования. В городе над Богом статус «Школа мира» присвоен двум учреждениям. Какая школа и гимназия удостоены такого звания и за какие заслуги узнаете в сюжете Анастасии Мелешкевич. Белорусский фонд мира при поддержке Министерства образования Беларуси совместно с Православной Церковью реализует проект «Сеть школ мира в Беларуси». В 2022 году о таком направлении общественной деятельности узнали в гимназии номер 2 города Бреста. И сразу решили присоединиться, будучи уверенными, что этот проект как нельзя лучше подходит для учебного заведения. Патриотизм, духовность, нравственность во все времена были очень значимыми. Поэтому при работе с молодым поколением наших граждан мы ищем новые формы взаимодействия с ними, инновационные формы. И одной из таких инновационных форм является реализация проекта «Сети школы мира». Мы подали заявку, мы узнали об этом проекте и вот с сентября месяца нас включили в сеть «Школы мира». Не случайно в областном центре Брестской гимназии номер 2 стала первым учебным заведением, которому присвоен статус «Школа мира». На базе учреждения создан отряд юный миротворец из 20 учащихся старших классов. Дети мотивированы и хотят попробовать себя в миротворческой деятельности. Ведь для них слово «мир» стало не просто словом, в него вкладывается особый смысл. Юноши и девушки понимают, что в наше время, когда идут военные действия в соседней Украине, главное для страны, для белорусского народа, пережившего все тяготы военного лихолетия в годы Великой Отечественной, оставаться жить в мирной стране. Работа с детьми по воспитанию духовного, нравственного содержания личности очень важна. Сегодня нам почетно, что мы единственное учреждение. Мы находим новые формы работы взаимодействия с социумом по помощи нам в воспитании детей. Это очень важно, для нас это очень принципиально. Ну и почетно, ответственно, потому что на нас, взрослых, учителей, педагогических работников и на детей возлагаются определенные обязанности по работе в рамках реализации этого проекта. Патриотическое воспитание учащихся начинается уже с первого класса. Проводятся разные мероприятия, направленные на патриотизм. По понедельникам мы гимны поем. Статус школ мира присвоен, я считаю, нам не просто так, потому что в прошлом году мы заняли первое место на посту номер один. Отлично несли вахту памяти. И в этом году будем заступать на 9 мая. Надо знать свою историю, знать, каким трудом и какой ценой была достигнута победа в войне. И не забывать, что вот то, что сейчас мы имеем, это важно. Этот статус присвоен не просто так, потому что наша школа принимает активное участие в различных благотворительных акциях. Например, в октябре участники нашего отряда принимали участие в акции «Корзина овощей». В ходе этой акции мы посетили ветерана Великой Отечественной войны. Также мы осуществляли уход за мемориальными досками генерала Кривошейна и белорусского поэта Михаила Рудковского. Сейчас статус «Школа мира» в Брестской области носят 11 учреждений образования. Присоединиться к ним могут только самые достойные. Учащиеся второй гимназии участвуют в различных проектах, проводят большую исследовательскую работу. Даже создали патриотическую елку, которая рассказывает о знаковых местах Беларуси. Мы живых елей давно в гимназии не ставим, потому что экологическое воспитание учащихся – это тоже из сети «Школ мира». Патриотическая елка – да, это наша идея. Там есть фотографии города Бреста, областных центров Республики Беларусь, города Минска, столицы нашей республики. От древних времен до современного города Бреста, современной Беларуси. Это, опять же, идея самоуправления гимназического. Они предложили и сами его реализовали. Чтобы иметь статус «Школа мира», школа должна быть показательной по многим пунктам. В том числе в сохранении исторической памяти о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной. Помогать ветеранам пропагандировать здоровый образ жизни и многое другое. Основными задачами и целями «Школ мира» является, прежде всего, воспитание молодежи на принципах нравственно-духовных ценностей, патриотизма, популяризации национальных достижений, особенностей, традиций. Как правило, со школьных скамьей человек формируется как личность. Соответственно, закладываются такие качества, как милосердие, забота, любовь, оказание помощи в трудную минуту в той или иной ситуации. Статус «Школа мира» присвоили еще одному учреждению образования в нашем городе. Это восьмая школа имени героя Беларуси Владимира Корвата в Бресте. Школа заслужила этот статус «Школа мира» своими делами. Очень интересные формы работы в школе и по нравственному направлению, по экологическому, по патриотическому направлениям работы. Замечательный музей имени в школе. Он в основном посвящен Корвату Владимиру Николаевичу, чье имя носит школа. Очень умеют чтить память в этой школе, чтут память в этой школе. И поэтому, когда школа прислала заявку с желанием таким быть «Школой мира», конечно, мнение членов бюро правления Брестского областного отделения Беларусского фонда мира было единогласным. Восьмая школа имени героя Беларуси Владимира Корвата всегда была образцом учебы и поведения. Здесь есть правовые классы, музей памяти и клуб «Патриот». Ее волонтеры помогают ветеранам, ухаживают за воинскими захоронениями и проводят активную поисковую работу. Школа воспитывает нас вежливость, уважение к старшим, гуманность, патриотизм, конечно же. И мы будем с гордостью нести звание нашей школы «Школой мира». Мир очень важен в нашей жизни, потому что без мира невозможно какое-то взаимоотношение, дружба. Я очень рад, что мы теперь в статусе миротворцев и другие будут на нас равняться. Школа мира – это не только статус, но и большая ответственность, а еще старт для освоения новых проектов. Гимназисты и школьники будут принимать участие в международных слетах, интернет-конференциях, телемостах, благотворительных мероприятиях. И просто совершать добрые дела, чтобы каждый раз подтверждать, что именно их учреждение образования выбрано не случайно, чтобы достойно нести статус «Школа мира». Каждое из этих учебных заведений, которые вошли в статус «Школы мира», это наших 11 учебных заведений, подтвердили именно вот эти направления. Как правило, у этих школ также присвоены имена героев, наших героев нашей республики Беларусь, героев нашей Великой Отечественной войны. Поэтому я уверен полностью, что в год мира и созидания обязательно статус «Школы мира» получат еще ряд наших учебных заведений. Ребята очень активно включились в эту работу, реализуют ряд проектов, показывают себя. И наши руководители учебных заведений уже заявляют о том, что они готовы поучаствовать и получить данный статус «Школы мира». Поэтому я уверен, что работа в данном районе будет продолжена. Анастасия Милишкевич, Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Одной из самых добрых новогодних благотворительных акций является «Елка желаний». Ее инициатором уже более 10 лет назад стал Белорусский Республиканский Союз молодежи. К нему ежегодно присоединяются представители различных организаций, общественных объединений, а также просто неравнодушные люди в желании подарить в эти зимние дни волшебную сказку и устроить праздник для детишек с непростой судьбой и нарушениями здоровья. Финал акции «Елка желаний» состоялся в Брестском областном общественно-культурном центре. На этот раз свои письма Деду Морозу написали 18 ребят. И в одном из них было желание получить видеописьмо от космонавта Олега Новицкого. Наша съемочная группа побывала на мероприятии и убедилась, что чудеса сбываются. Самое главное – поверить в это. Здравствуйте, Максим. Я узнал, что мы с тобой практически земляки. Ты из славного города Бреста, я из небольшого города Червеня. Но все мы живем на одной прекрасной земле. Я узнал, что ты очень увлекаешься космонавтикой. И мне очень приятно, потому что немногие дети сейчас отдают предпочтение именно нашей профессии. Я даю привет тебе, твоим семейным родителям, твоей сестенке. Желаю тебе мужества, крепости духа. И надеюсь, что в любом случае в ближайшем будущем мы встретимся и поговорим уже наяву. Здоровья тебе, всего самого хорошего. С огромным приветом от всего отряда космонавтов, Евры России, летчик-космонавт Новицкий Олег Викторович. Теперь, когда его самое заветное желание получить видеообращение от космонавта Олега Новицкого исполнилось, 15-летний Максим Козел из Бреста будет верить в то, что мечты сбываются. И несмотря на то, что сам мальчик в больнице и не смог прийти на финал акции «Елка желаний», главное, что теперь он будет верить в чудеса и Деда Мороза. Я очень благодарен всем тем, кто нам помогает. Именно Белорусский Республиканский Союз с молодежью является таким драйвером, инициатором. И здорово, что, видите, от каких-то материальных подарков мы можем исполнить желание добраться до Российской Федерации и выйти на космонавтов, и чтобы они тоже пожелали здоровья и удачи нашим белорусским деткам. Благотворительный проект «Елка желаний» существует уже более 10 лет. И за это время добрыми волшебниками для сотен ребят из Бреста, которые ежедневно борются за свое здоровье, стали многие организации, общественные объединения, а также просто неравнодушные люди. С момента образования Государственного комитета судебных экспертиз сотрудники и работники нашего областного управления участвуют в благотворительном проекте «Елка желаний». Здорово, что благодаря организаторам данной акции, областному комитету БРСМ, тепло новогодних праздников длится вплоть до Старого Нового Года. В череде собственных забот и хлопот важно найти время для добрых дел, не забывать, что мир держится на милосердии и помощи ближнему. Не случайно говорят, что чужих детей не бывает, поэтому на этот праздник мы пришли с волнением и надеждой, что детям понравятся подарки, что мы приобрели то, о чем они мечтали. Сегодня БРСМ пригласил нас по участку, на мой взгляд, в очень тёплой, в очень трогательной акции, которая называется «Елка желаний». Я думаю, выражу мнение своих коллег, нам крайне приятно, что мы смогли подарить частицу своего тепла. Главные герои этого дня – мальчишки и девчонки, в судьбы которых вмешалась коварная болезнь. «Елка желаний» продолжает творить для них чудеса, исполняя мечты. Ведь нет ничего чище и добрее, чем детское веро-волшебство. Я заказал у Деда Мороза очки виртуальной реальности. Ты доволен? Конечно. Очень хорошая акция, она делает для каждого ребенка счастливым. Мы заказали умные часы, наше желание сбылось, исполнилось, мы очень рады. Огромное спасибо в организации такого мероприятия. Я хочу сказать спасибо всем, кто исполнил мое желание. Всего в этот раз благодаря акции исполнилось 18 заветных детских желаний, среди которых самокат, новая кукла, умная колонка и умные часы, очки виртуальной реальности, Яндекс.Станция и многое другое. А среди добрых волшебников сотрудники госавтоинспекции Белорусский фонд мира, предприятие Белгострах и акционерное общество Брест Газоаппарат. Сложно всех перечислить. Главное, что несмотря на вся жизненная трудность и заботы, у этих людей есть желание творить добро и делиться своим теплом с теми, для кого это действительно важно. В стране республиканская благотворительная акция «Наши дети» подошла к завершению. За время прошедших новогодних праздников ее участниками стали тысячи детей. Особое внимание уделялось воспитанникам детских домов и коррекционных центров, многодетным семьям и семьям, воспитывающим особенных деток. В Бресте завершающим аккордом стала акция в городском центре коррекционно-развивающего обучения «Стимул». В гости к педагогам и воспитанникам приехали представители жилищно-коммунального хозяйства. Эта рождественская традиция соблюдается уже семь лет. Несмотря на довольно плотный график работы, специалисты ЖКХ всегда находят время для добрых дел. Сюжет Анастасии Мелешкевич о брещанах, которые объединяются, чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке больше всех. Центр коррекционно-развивающего обучения «Стимул» был создан в 1998 году. За более чем 25 лет здесь получили помощь сотни детей с различными нарушениями – слуха, зрения, функции опорно-двигательного аппарата. Сегодня здесь на регулярной основе получают бесплатную поддержку специалистов 26 несовершеннолетних брещан с инвалидностью. Центр «Стимул» для таких детей заменяет обычную школу. В этом году у нас обучается 26 детей с особенностями психофизического развития. Все они являются детьми с инвалидностью. Среди этих ребят есть дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, с интеллектуальной недостаточностью, с аутистическими нарушениями, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Помощь особенным деткам предлагают десятки различных предприятий города. Одним из таких стала ЖКХ. Благодаря их спонсорской помощи в учреждении совершенствуется материально-техническая база, проводится капремонт и благоустраивается территория. Словом, общими усилиями делается все возможное, чтобы особенные дети развивались и выздоравливали в комфортных условиях. Спонсоры и наши шефы оказывают помощь учреждению образования в решении посильных вопросов. Это проведение косметического ремонта в классах, кабинетах, рекреациях, приобретение оборудования, в том числе спортивного инвентаря, приобретение развивающих игр, пособий, компьютерной техники. То есть все то, что нужно в современном мире любому человеку для развития и, конечно же, особым детям для того, чтобы какие-то дополнительные создать способы познания окружающего мира. В течение прошлого года шефские организации выполнили озеленение территории вокруг центра, отремонтировали лестничные пролеты и кабинеты. И эта работа будет продолжаться в наступившем году. А пока время чудес и подарков. Эта традиция – навещать детей с особенностями в развитии в новогодние праздники – родилась 7 лет назад и не ограничивается разовыми акциями. Праздник детям делается всегда хорошо, данным детям вдвойне. Мы уже более 5 лет работаем с этим и ограничивается стимулом, альбертонным центром. Ежегодно дарим какие-то подарки. Дело хотим сделать людям добро, детям. Помогаем не только подарками, но и благоустройством территории, фасада, здания, ремонта помещений, если вы видели, проходили где-то. Стараемся оказать посильную помощь. И люди, когда мы идем к стимулу сюда, всех невозможно пригласить сюда, никогда щедро дают нам деньги для подарков детей. Мне приятно, что у нас такие люди. Дай Бог здоровья этим детям. Воспитанники коррекционного центра вместе со взрослыми и любимыми новогодними персонажами пели песни, танцевали, водили хороводы и дарили друг другу хорошее настроение. Не обошлось и без сюрпризов. Центру стимул был подарен денежный сертификат, а каждый малыш получил сладкий подарок и игрушку. Приятно, что в городе над Бугом есть такие прекрасные, трудолюбивые и отзывчивые люди, которые выполняют свою основную работу, но работа работой, а для добрых дел у них всегда найдется время. Сменяются моды и поколения. У современной молодежи свои кумиры в мире музыки, отличные от тех, что были в советское время. Но есть композиторы, творчество которых бессмертно и через десятилетия объединяет многие поколения. Такой легендой является Эдуард Семенович Ханок. Брещанам повезло, ведь несмотря на то, что сейчас известный композитор живет в Минске, его судьба и молодость неразрывно связаны с нашим городом. Именно поэтому он уже не впервые приезжает в Брест, а особую радость ему приносят творческие встречи с брестскими школьниками. На этот раз композитора легенду пригласили в 20-ю среднюю школу имени героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. А в том, что музыка – это универсальное средство связи, и прием получился действительно теплым и радушным, убедилась и наша съемочная группа. Это день и эта встреча с человеком-легендой надолго останутся в памяти учеников 20-й Брестской школы. Свои 82 народный артист Белоруссии Эдуард Ханок полон сил и энергии и готов ею делиться с молодежью. Имя этого композитора хорошо известно старшему поколению, ведь когда-то его песни гремели на весь Советский Союз. Таких душевных, всенародно любимых и бессмертных хитов наберется в творчестве Эдуарда Ханка более десятка. Но главное не количество, а качество, уверен композитор. О том, как музыка стала важной и неотъемлемой частью его судьбы, о жизненном пути, который неразрывно связан с Брестом, народный артист Белоруссии сегодня с радостью рассказывает молодежи. Мы в 1946 году переехали в Брест. Отец военный в северный городок. И там по утрам военные оркестры играли марши. Вот отсюда, наверное, и все закрутилось. А потом кончилось с тем, что музыкальная школа Брестская. А потом немножко я даже в училище в Брестском учился чуть-чуть. Ну а потом пошло-поехало, пошел в Минское музыкальное училище у народного артиста. Я думаю, что это лучший композитор в Белоруссии Евгений Александрович Глебов. Потом Московская консерватория, класс народного артиста СССР Дмитрия Боища Кабалевского. Сначала композитор пробовал себя в классике, а затем понял, что его путь – эстрада. С тех пор его песни одна за другой становились хитами. А самые известные исполнители считали за честь сотрудничать с Эдуардом Ханком. Первый Эдуард Хиль, который родил у меня потолок ледяной. Мария Пахоменко, которая родила у меня песню «Разговор», «Разговор», «Слово к слову». Самоцветы, которые пели, «Беля, Млына, Калыгина», украинскую такую песню. Очень популярная она, все дискотеки прошла. Кого еще вспомнили? Адей Миронов, который пел у меня песню «А я говорю, весна говорю», так сказать. Юрий Богатиков тоже эту песню пел. Естественно, Алла Пугачева, которая родила две песни у меня «Толи еще будет». Она ее выпустила тогда, когда Кристина Арбакайте пошла в первый класс. И второе она еще сделала «Я хочу увидеть море, ты возьми меня с собой». Была очень популярная песня в свое время. А дальше пошла и попея, ну, что, «Верасы», дальше «Верасы», «Малиновка», «Я у бабушки» и «Завируха». Три такой вот бум, вот, а потом «Лягу-прилягу». Своей музыкой, позитивом и энергией Эдуард Ханок и сегодня находит путь к сердцу людей разного возраста. Поэтому и учителя, и школьники, пришедшие в этот день, встречали аплодисментами каждый из его хитов. Все очень чудесно, нам очень нравится. Песни очень крутые. Вот, мы очень довольны. Песни такие замечательные, очень греют душу, добрые, душевные. Мы очень рады, что пришли на эту встречу, здесь очень хорошая энергетика. Эдуард Симонович – очень энергичный человек. От него исходит столько тепла, добра, радости. И мы очень рады, что сегодня здесь много поколений. Наши ученики, учителя и ветераны педагогического труда, и все с удовольствием слушаем музыку. В 20-й школе тоже захотели порадовать гостя. Эдуарда Ханка ждал музыкальный подарок от одной из учениц. Песня «Лиза Цуприк», неоднократная победительница вокальных конкурсов, неспроста исполняла хит композитора «Малиновка». Эта песня входит в ее постоянный репертуар и неизменно вызывает восторг у публики. Я считаю, что Эдуард Симонович просто легенда. И я очень горжусь тем, что нам пришлось встретиться, что вот так произошло, потому что для меня это на самом деле даже честь. Я обожаю эту песню, она очень душевная. Ее знают почти все, мне кажется, 90% населения. И каждый раз, когда я ее пою, мне весь зал подпевает. Очень приятно, что люди взаимодействуют со мной. Встречаться, делиться своим творчеством и общаться с молодежью – большая радость и для самого композитора. Ведь в этом и заключается самый главный секрет его душевной бодрости и энергии. То есть в вашем графике десятки школ – это Брест, Минск, это Лида. Это все, что еще, может, что угодно прибавится, потому что это омолаживает меня. То есть я хочу дольше прожить. И чем дольше я буду, так сказать, ходить к молодежи, тем лучше я себя буду чувствовать. А если я буду приходить ко взрослым… Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Финальные аккорды фестиваля «Январские музыкальные вечера» прозвучали в областном центре. На протяжении недели Брест в буквальном смысле пополнился звуками виртуозных пассажей, завораживающих произведений классики. Юбилейный фестиваль собрал на Брестской сцене все то лучшее, что звучало здесь на протяжении 35 лет. И вот очередная страница легендарного форума с большой историей перевернута. О самых ярких триумфах форума настоящего искусства расскажет Анастасия Мелешкевич. Брест-Январь фестиваль музыки. Это триединство не нарушается уже более трех десятилетий. Международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера» в 35-й раз собрал в городе над Бугом порядка 200 участников, лучших солистов и известные коллективы из Беларуси, Армении, Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Китая, России, Сербии и Сирии. На протяжении четырех дней великолепные исполнители радовали Брестскую публику избранными произведениями классиков разных эпох. Как одно мгновение пролетел 35-й международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера», подарив незабываемые мгновения Брещанам и гостям города. За 35 лет через сцену фестиваля прошли артисты совершенно разного уровня из 40 стран. Конечно, особую благодарность хочется выразить Лиле Григорьевне Батыревой, основателю данного проекта, который на самом деле делает так, чтобы сюда артисты возвращались. Потому что многие сегодня на этой сцене будут уже не первый раз, даже не второй, а некоторые даже пятый, седьмой раз будут выступать. И им хочется сюда возвращаться и проводить. Я уже однозначно могу сказать, что невозможно проведение рождественских мероприятий без проведения данного фестиваля. Это явно, что уже Бренд. Бренд, еще раз повторюсь, нашего областного центра. За долгую историю своего существования январские вечера стали творческой традицией, делающей Брест столицей классической музыки. И несмотря на расстояние в сотни и даже тысяч километров, у всех приезжих артистов есть одно объединяющее звено – большая любовь к произведениям композиторов-классиков и уважение к своему зрителю. Музыканты – это самые счастливые люди, я должна вам сказать, потому что лучшей музыки на Земле нет. Мы можем читать, мы можем рисовать, мы можем спортом заниматься. Это что? Это просто физическое наше, это просто наши какие-то устои, что нам надо двигаться, нам надо сохранять фигуру свою, все. Но что мы получаем сюда и сюда – это только музыка, только музыка. Январские музыкальные вечера становятся площадкой для реализации различных творческих задумок, в том числе и совместных, что еще больше объединяет между собой артистов. А зритель, в свою очередь, получает эстетическое удовлетворение и ждет новых музыкальных. Экспериментов и вариаций. Если действительно ты хороший, получается, какое-то произведение, ты даже и не музыкант, ты поймешь, что действительно сыграно виртуозно. Учитывая, что мы были и пораньше, как бы там пару лет, на таких известных, и Максакову я посетила, и ведущий, когда Белза был, тоже прекрасный, и Саткилава Зур, поэтому и вот сейчас были итальянские тренеры, когда были тоже, тоже прекрасные. Вот сейчас мы опять были в понедельник, тоже порадовались, что в форме прекрасной, и приехали к нам в Беларусь, и очень рады. Для меня январские вечера – это уже давняя традиция, когда я прихожу на эти концерты, а вчера еще была на очаровательном балу, поэтому, ну, это, наверное, очередное желание прикоснуться к прекрасному, услышать новых исполнителей, возможно, и тех, которые уже слышала и видела раньше. Обожаю классическую музыку и бескрайне благодарна Лиле Григорьевне, что она по-прежнему еще имеет вдохновение и сил, несмотря на возраст, устраивает для брещан прекрасный праздник. Мы уже ежегодно ходим, посещаем этот фестиваль, очень нравится, спасибо организаторам, городу Бресту спасибо. Из года в год количество поклонников фестиваля увеличивается. Это заметно по наполняемости зала Брестского академического театра драмы. Это является признанием заслуг и одновременно стимулом для дальнейшего развития. А потому 35-й музыкальный форум – это новые имена и страны, новые произведения и звучание давно известных и полюбившихся мелодий. Такого рода фестиваль – хорошее доказательство того, что культурная жизнь в городе над Бугом всегда была, есть и будет. А потому многим зарубежным артистам хочется снова возвращаться на белорусскую сцену. Мне приятно снова вернуться в Брест. Я здесь был семь раз, и каждый раз повторяю себе, Брест – это очень красивый и культурный город. Если брать его 15 лет назад, то он очень изменился. И это очень важно. Мне приятно приезжать к вам, радовать брещан и выступать. Для меня Брест – второй дом, и поэтому порой очень сложно выступать, даже несмотря на то, что приезжаю сюда не впервые. Я люблю ваш город, как и свой, поэтому хочется выступить достойно. Я впервые в Бресте. Мне очень здесь понравилось. Сам город, люди, организация фестиваля, журналисты. И я очень рада принимать участие в этом концерте, особенно открывать его. Надеюсь, что в будущем я вернусь сюда, в этот город Брест, наполненный любовью к искусству, чтобы исполнять прекрасную музыку с такими замечательными музыкантами, оркестром и дирижером. Я уже седьмой год приезжаю на январские вечера. Всегда с большой радостью, потому что Брест для меня уже стал в каком-то роде родным городом. Я здесь много чего видела. И меня всегда очень тепло принимает публика здесь. Что я здесь только не играла, в том числе и с оркестром. И, конечно, каждый раз, когда меня приглашают, я всегда соглашаюсь, всегда уделяю на это время. Хотя концертный график довольно сложный, но для меня это очень большое удовольствие. Переводили в восторг музыкальным вечером мелодии Верди Безе Чайковского, Бородина Адана Аросини Фальба в превосходном исполнении музыкантов и солистов. Финальные произведения концерта артисты посвятили создателю, бессменному директору и главному режиссеру фестиваля, заслуженному деятелю искусств Беларуси Лилии Батаревой, которая всегда отмечала прекраснее музыки ничего нет. Только музыка способна сразу включиться человеку в мозг и в сердце навсегда. Любое явление имеет начало и конец. Наступает пора прощаться, но это ненадолго. Все это для того, чтобы в следующем году встретиться снова в стенах Брестского академического театра драмы на открытии творческого вечера. Я уже почти без малого 20 лет в вставленном формате участвую в подготовке и в организационном компоненте каждого фестиваля, в том числе под руководством Лилии Григорьевны. И каждый фестиваль, он по-своему уникален и своеобразен. И вы знаете, что я подумал? Наш 35-й фестиваль, он реально уникален, прежде всего, тем, что он, помимо того, что является символом культурной жизни нашего города, нашего региона, он является символом мирной жизни. Помните, как эти древние римские были афоризмами, когда пушки стреляют, музы молчат? Ну, соответственно, наоборот, музы поют только в условиях мира и гармонии. Я очень, так и не очень, я уверен, что у нас в коллективе идет 36-й фестиваль буквально через год. И пусть у нас с вами будет другая реша танец с гармонией. Это между погодой новогодней и реальными новогодними творческами. Это пресс. Здесь тепло, душевно и красиво. 35-й фестиваль, объявляю, закрытый, здравствует, наступающий 36-й. Анастасия Мелешкевич, Туард Бакунович, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну, а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова